Меня порой удивляет, вот я что-то делаю с одним посылом, все это как-то преподносится мне совершенно с иным, и причем с таким подтекстом, вроде как я виноват. Вот, я вообще человек, стараюсь быть открытым и понятливым, в первую очередь, чтобы вы меня понимали. Вот, последний раз я выложил несколько видео, ну, начнем с Сазанов. Это мое увлечение. Узнать повадки рыбы, где ее лучше ловить, на что ее лучше ловить. И вроде бы ты понимаешь, что вроде бы, ага, ты уяснил, как это лучше сделать, приходишь, думаешь, сейчас ты поймаешь, а нет. Что-то не получается. То есть, это такая, одна из грани моих. У каждого, я думаю, есть нечто подобное, как называется, хобби. Да? Тмин. Про тмин. Очень много различных вопросов насчет тмина. И вот я сам был на базаре. До этого я помню, что я купил черный тмин. Но я уже забыл. Когда я пришел на базар, мне продавцы, значит, вот сказали, да, это такой же тмин, как и тот, который я там принимал, с аналогичным действием и так далее и тому подобное. И вот выяснилось, что это не тот мин, а это зира. Это похожие вещи. Поэтому я особо и подчеркнул, что вроде бы похоже, но есть разница. И разница заключается в том, что некоторые вещества, будем говорить, находящиеся, грубо говоря, в одном растении, могут какую-то там микрофлору цеплять, вредную, а какую-то нет. А совершенно иные вещества ее цепляют. Ну, например, тыквенные семечки прекрасно действуют на предстательную железу и масло тыквенное. А вот все остальное, что-то там не доходит, как-то они действуют. Почему? Далее. Поступило несколько вопросов, что вот я хочу голодать для того-то, для сего-то и так далее и тому подобное. Оказывается, человек собрался голодать из-за того, что у него астма. Он думает, астму излечить голоданием. Да, голодание помогает при астме. Но есть и другие средства. И вообще надо понять, откуда она берется. Как-то ее механизмы для того, чтобы не бить, знаете, как бы сказать, вот, не знаю куда, ну, бабахнем туда, ба-бум, глядишь, туда она попадет, куда надо. А действует целенаправленно. Про гипертонию. Огромное количество людей болеет гипертонией. Опять-таки, я рассказал, там, статья, по-моему, не одна, а она большая, в двух газетах, о том, что эта информация есть, о том, что можно избавиться от гипертонии. Гипертонией всего лишь навсего 29 просмотров. Ну, значит, так оно надо вам, да? Что я делал в Германии? Многих там интересует, опять-таки, вот, где ты там бывал, что ты там делал, с кем там сталкивался. Вот я как раз написал, что в Германии я встречался, был, вернее, на втором конгрессе уринотерапевтов. Как раз к этому конгрессу издали на немецком языке мою книгу, что вообще-то большое событие. Потому что я встречался с людьми, которые вообще издали какую-нибудь оброшюрку, и уже говорят, а я писатель. Более того, где-то книги 2-3 у них было, и они говорили, это в начале, особенно, когда я сталкивался, а я член Союза писателей. А у меня хреново тучи этих книг, на разные темы причем, в стихах, не в стихах, в прозе, не в прозе, научные труды. А я не член писателей. Ну, об этом совершенно не жалею. Далее, рассказываю творчество, один случай из моей практики. Как это у меня получилось? Когда я занимался, да вообще, когда я чем-нибудь занимаюсь, я всегда смотрю на людей, за счет чего у них что-то получилось лучше, чем у меня. Почему? Чем я хуже? Где я не дорабатываю? Я этим интересуюсь и стараюсь восполнять. То, что мне удалось, я вам привел, прекрасный пример, который вы можете применить для себя. Надо, не надо. Молочница, что делать? Вот я подчеркнул, что молочница не просто там у женщин. Она, оказывается, и у мужчин. И как это просто заметить? И как из нее избавиться? Потому что молочница, теория, там, кандидоз. Все это, вроде бы, безобидное в начале, там, течение, в конце концов, выливается в нечто очень серьезное и якобы свершившееся неожиданно. Да, но у вас уже десятки лет было. Просто шло, шло, тлело, 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 готовило почву для того, чтобы, вам говорят, вся эта пристройка под названием в ваш организм только хопа и зарушилась в один момент. А вы тогда кричите, ай-яй, ай-яй, ай-яй. Синдром хронической усталости. Многие на этот синдром хронической усталости мусолят и так, и сяк. Ой-ой-ой, вот так вот, что-то там такое, знаете, там придумывают. А это просто отсутствие интереса к жизни. Как только он появляется, синдром хронической усталости уходит. То есть, такую нагородили городушку, вокруг этой проблемы, которая не отвечает действительному состоянию вещей. Так. Чистка печени и аневризма аорты. Конечно, это заболевание редко, но тем не менее, тем не менее, как бы сказать, это уж для общего развития. Люди сталкиваются с такими вот вещами. И им делаются там операции, при этом не понимая. Вот она раздулась. Аорта, представляете, внутри вас раздулась. Сдавила сердце, сдавила легкие, сдавила желудок. Да, она вас душит изнутри. Почему она раздулась? Какие причины? Нет, просто, вот я читаю, вернее, слышал по радио. Просто-напросто эту часть удалили, заменили там трубкой и все, и пойдет. Причина-то осталась. Почему ее не исследуют? А все в том, что печень наша, печень, являющаяся фильтром крови, становится настолько, этот фильтр забивается, что кровь не проходит. И поэтому она заставивается, кровь, сердце качает, и она дует, 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 чтобы, знаете, даже через этот фильтр что-то там продавить. Как научиться радоваться? И зачем радоваться? Радость – это энергия более тонких и более высоких тел, с которых состоит человек. Сначала идет дух, вот как раз духом и питается возвышенной радостью. И если у человека есть радость, то вся последующая цепочка передачи от духа на тело работает. А если ее нету, то вот этой основополагающей, жизнеутверждающей, жизне, значит, строящей энергии не поступает в организм человека в том количестве, в котором должно поступать. Естественно, никакого здоровья не будет, никакого долголетия не будет. То есть люди, недовольные жизнью, они, как правило, долго не живут. А недовольство возникает не столько жизнью, сколько теми или иными причинами, какими-то там, с чем не столкнулись. А в итоге все это сказывается в том, что вот у человека, грубо говоря, брак не удался, у человека навелась там работа, у человека не удалась самореализация там в виде творчества, еще в чем-то, еще в чем-то. И все, и все это в целом на жизнь сказывается, что жизнь не удалась. Ну, не удалась, значит, она и закатилась так. Так, обида, большая глупость. Механизм действия обиды, в основном, там, психологами на том или ином уровне, там, объясняется, что это такое, сякое. Я объяснил это по-своему, даже не столько по-своему, сколько уже было объяснено, до меня. То есть некоторые вещи ты можешь прочитать, но они до тебя не дойдут. Ты к ним должен созреть. И вот когда ты начинаешь созревать к ним, и начинаешь в этом направлении работать, ты получаешь очень интересные результаты, которые, понимаете, вот заставляют тебе действительно задуматься, насколько это важно, правильно питаться, или же не обижаться. И более того, ну, я там указал, что этот шлейф обид тянется у нас, и вот чем больше мы их отсекем от себя, и не просто отсекем, скажем, а, я там не обижаюсь на этого человека, а это должен быть целый процесс, который вот тут проходит, и в сознании у тебя не остается негатива. Вот тогда обида прошла. Тогда, значит, эта связь рассеивается, она уже не тянет в себя энергии, не сосет в себя. Из первых рук о себе любимом. Очень многие пишут обо мне. Почему я вообще это написал? Потому что очень многие пишут, вот он там, вот, грубо говоря, электрослесарь, не имеет высшего образования, он такой-сякой, ничего там не это вот, а вот такие вот. Из первых рук как раз я показал и рассказал, что действительно я окончил школу на тройке, а институт окончил на пятерке, что мастер спорта, что академик, то есть кто такой, потому что много осуждений различных там напишут, что я вот читал о себе в Википедии, там такое написали, пробовал исправить, и я никак туда не могу войти, для того, чтобы исправить эти, эти правки унесены. И люди думают, что я тут только вот в ванне смочу и лежу, и плаваю, все, бульбукачу, больше я ничем не занимаюсь. А я оказывается рыбарью, а я оказывается там пробую музыку сочинять. И многие другие вещи делаю, в том числе занимаюсь для себя, мне интересно, чтобы банки были. Плюс действительно, я не хочу сказать, что вот я для того, чтобы люди там, ага, вот они там увидели там, что-то у меня, какую-то дорогостоящую вещь, и уже совсем меняют отношения. Эти вещи нужны, ну даже сказал, не нужны, а просто, я думаю лично так, как, допустим, в спорте. А почему он больше меня поднимает? Чем он лучше меня? А почему он имеет эту вещь, а я ее не имею? Чем он лучше меня? Она ему что-то нужнее, или мне там нужнее? Я действую вот так вот. Ставлю цель и стараюсь ее достичь. Как правило, достигаю. Так вот, из первых рук о себе любимую, не то, что старое вспоминаю, а то, что люди смотрят и должны от меня знать информацию, что у меня есть, кто я такой, в первую очередь, а не от других людей, о которых нахватались неизвестно что, из интернета, и мне все тут пишут, это такое, сякое, пятое, десятое. У них создалось мнение интернетовское, обо мне совершенно иное. Я совершенно другой человек. Любой человек очень сложен, многогранен. И в зависимости от жизненных обстоятельств проявляется то одно, то это. В зависимости от периода жизни проявляется одно или другое. А потом, потом, вдобавок еще, под конец жизни, ты еще все это дело анализируешь и понимаешь, что вот этого, допустим, делать не надо было, а это надо было сделать. И как теперь это исправить? Это тоже интересные такие вещи. Если человек не глуп, а правильно ли ваше оздоровление? Ну, я так сказал, это вам не по интернету рецептики зырить. Подойдет рецепт, не подойдет рецепт. Я вот применил, я вот не применил. А как понять, правильно ли вы идете или неправильно? Лично я вот для себя вывел так. Возможно, это для вас будет не так. Но, по крайней мере, есть и такой параметр оценки вашей оздоровительной системы. И, наконец-таки, солерский кодекс здоровья в моей обработке. То есть, это опять-таки характеризует меня как человека, который интересуется разными вещами. Ну, стихи я читал вам, да? Это средневековый трактат по здоровью. И меня заинтересовало то, что он содержит вот такие вот понятия, которые мне очень близки. И я когда читаю, я понимаю, что там перевод и рифма несколько не соответствуют тому, что вообще вот эта там фраза хочет сообщить. и поэтому я постарался вот сделать его так, как я считаю. Если считаете по-другому, пожалуйста, то есть, это опять-таки характеризует одну из раней. так, вот, что я так, так, это что я Продолжение следует...